Привет! Работаем, ребят! Чё говорим? Давайте говорить что-нибудь поинтереснее. Придумайте сами. Я отработал программу, и там темы были разные, и я уже их все забыл. У меня такая ситуация была однажды. Я на первый канал приехал, сразу после эфира вот так. Ну, отэфирил здесь, на радио, и примчался на первый канал. И там был офигенский умный Жарихин такой. Ну, это такой комментатор по СНГ очень важный. Он говорит, як? Он мне говорит, ну ты сегодня, ну ты вообще, ну ты просто, я не мог оторваться. Такая программа! Он мне говорит, ну про радио, да? Я говорю, а да, а про что? Она говорит, не помню. Я сам не помню. Привет, люди, привет, Лидина, привет, Надым. Вот такие дела. Ладно, ладно, чё там, богемского рапсодия. Ну, никак я не посмотрю богемского рапсодия. Ну, я не посмотрел богемского рапсодия, нет. Да, а давайте про налоги на самозанятых. Ребят, понимаете, в чём дело? Почему не сохранял? Разве не сохранял? Я сохраняю, я его расшариваю. Я share, нажимаю share. Значит, слушайте, я хочу... Привет из Волгограда, привет, Волгоград. Привет, Волгоград. Я хотел, знаете, чё сказать? По поводу... Волгоград, про колбасу. Про колбасу. Да, я не знаю, на что мы должны перейти. Понимаете, в чём дело? Наша власть исходит из того, что мы живём в Барселоне. Ну, давайте просто скажем, что в России жить исконно, ну, вот когда люди сюда поселились, когда люди только поселились, жить нелегко. Здесь освоение этой земли, это само по себе подвиг. Поэтому, когда вы говорите, когда наша власть говорит, что, значит, давайте отбирать всюду налоги, собирать, значит, люди здесь богатые, здесь люди живут на субсистенции, на выживании. И надо спасибо в ноги кланяться тем, кто не просит ничего у государства, а сами запахивают. Я вот считаю. Я считаю, что мужики там, женщины, кто чего, да, кто там репетиторством, кто таксует, кто как, я бы вообще с них не брал никаких налогов. Я сейчас серьёзно. Потому что они не с вилами на дорогах стоят, не с автоматами, там, по лесам шуруют. У них дети сытые, обутые, одетые дети. У них сытые, обутые, одетые в школу ходят. Вот как они копейку собирают свою на этих детей? Отстаньте от них. Отстаньте. Мне кажется, правительство в России должно брать налог с нефти, оно и берёт, и много, да. С нефти, с каких-то там, с газа, с каких-то вещей. Но когда люди здесь выживают, выживают, бесстыже с них ещё брать деньги, как будто они не богаты. С хрена ли брать деньги-то? Спасибо сказать. Я много раз об этом говорю. Я говорю об этом, когда власть встречают тоже. Я говорю, ребят, мне кажется, может быть, я ошибаюсь, но в 90-е, может быть, тяжелее намного было, я не знаю, мне кажется, тяжело и сейчас. В 90-е, например, власть это понимала. Не приставали к людям. Но вы как так увыркаетесь, братцы? Вы как так увыркаетесь? Не в бандиты идёте? Дай вам Бог здоровья. Не надо приставать с налогами. Оставьте их, успокойтесь. Не знаю. Вы бы не брали, а они берут. Да, я знаю. Вы мыслите архаично. Но я не мыслю архаично, я мыслю практично. Я мыслю практично. Я пытаюсь быть практичным. Я пытаюсь сказать людям. Знаете как? Ну, давайте серьёзно. Если бы я был властью, я бы сказал так. Давайте друг друга не трахать. У вас нет демократии. У вас нет демократии. У меня нет налогов. Ну, разве это несправедливо? Я к вам не лезу. Я власть, допустим, да? Я к вам не лезу. Вы ко мне не лезете. Я вас не трахаю. Вы меня не трахаете. Договорились? Расползались. Разбежались. Вы меня не спрашиваете, почему у меня какие-то тайные статьи в бюджете. Вы меня не спрашиваете, сколько я трачу на силовиков. И нахрена их столько. Вы меня не спрашиваете вообще ни о чём, да? Ну, тогда и я не должен лезть к вам с налогами. С этой сранью. Ну, это нелогично. Я говорю, я считаю, логично. Ребят, разбежались, разбежались. Я не лезу к вам, и не лезьте ко мне. Я вижу это так очевидно. Я вижу это очевидно. Хорошо, люди, новая нефть. Да, люди, новая нефть. Все люди теперь должны платить за то, что нефть падает. Ну, да. Ну, да. Ну, и придётся, да. Придётся. Ну, дело в том, что люди, когда начнут платить, они начнут спрашивать. А когда они начнут спрашивать, они могут их додумать сами ответы. Нифига не выгодная ситуация для власти. Для власти выгодная ситуация отползти в сторону. И дать им... ...возможность кувыркаться самим. Мне кажется, так. Государства без налогов не будет. Будет. Почему? 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 Ну, что вы арифметику не понимаете? Основные бабки-то с газом. Газпром. Газпром. Нефть. Ресурсы. Все берут ресурсы. Без налогов. Ну, мелкий, средний бизнес. Вот я ещё раз говорю. Если бы я был властью, я бы сказал, мелкий, средний бизнес. Средний бизнес. Нахрен мне их налоги. Для меня главное, как для власти... Я хочу, чтобы вы поняли. Для меня, как для власти, было бы главным в России. Чтобы они меня не доставали. Как граждане. Все же, они меня не будут спрашивать, куда я трачу свои деньги. Зачем я куда посылаю армии. И вообще, что я делаю. Я скажу просто. Отвалите от меня, я отварил от вас. Это дел. Это договор. Это как бизнес. Я просто говорю, ребят, вы ко мне не лезьте, я к вам не лезу. Понимаете? Но если я полезу к ним с налогами, я должен ждать, что они спросят меня, куда я их трачу. Рано или поздно спросят. Куда я посылаю армии. За нахрена всё это я развёл и так далее. Они спросят. Поэтому моя цель, если бы я правил в России, моя цель была бы не спрашивать ни о чём их. Пусть они налоги, ну их нахрен с их налогами. Понимаете? Ну что тут непонятного? Хорошо, значит, секундочку. Давайте совет, как избежать налог. Не знаю. Я не знаю, как избежать. Ребят, каждый сам крутится. Давайте не будем друг друга учить здесь. Ладно? Был у меня продуктовый магазин. Задушили налогами. Кто преемник? Преемников несколько. Я всё равно, хоть понимаю, что их целая группа, ставлю на адъютантов. Миронов, Морозов, Дюмин. Три адъютанта. Три адъютанта Путина, которые сейчас... Три сына, да? И было у него три сына. Значит, я ставлю на сыновей. Вот на этих трёх адъютантов. Не знаю. Я думаю, что он им доверяет. Уже вопрос доверия. В России вообще вопрос доверия стоит выше вопроса компетентности. Я не знаю, насколько вы это понимаете. То есть, вообще, в принципе, везде. Ну, вот от моей редакции. Любую взаимосвязь брать в России. Любую. Абсолютно. Между мной и моим садовником. Не важно. Вопрос доверия выше, чем вопрос компетенции. Понимаете, да? Вот Россия вся стоит на доверии. Причём таком, как это сказать... Секретном доверии. То есть, оно такое... Ну, я не говорю, что оно полукриминальное. Но оно почти полукриминальное. И в России, в принципе, все взаимоотношения строятся на секретном доверии. В этом, собственно, основная фигня. Отличительная особенность этой страны. Ну, рано или поздно это доверие будет всё более открытым. И затем оно перейдёт к уровню компетентности. Но это пока не скоро ещё. Не торопитесь. Ладно. Всё, разбежались. Завтра встречаемся опять. Ладно. Я сейчас расшарю историю. Давайте. И. И.